Контролируем процесс. Процесс контроля, да. Все, проверишь крышу? Давай, проверим. Как крыша катается? Ну, вообще отлично. Ну, там не туго, ничего там, не скрипит. Многих интересует, какие вложения в этот конкретно, ну, в 3УЗ приходится? ТО, масло поменять фильтрами и каждые 100 тысяч. Налог сколько? 25 в год, да? Страховка, наверное, тоже дороже получается. Вот, смотрите, мне в баллоны компании Aright. Вот баллончики. Так, друзья, всем здравствуйте, всех приветствую на нашем канале. С вами Александр, компания TentBest. И сегодня подошел к завершению очередной проект. Сделали переоборудование Gazelle Business до длины 6,5 метров. 6,6, если быть точным, сделали для Олега из города Тверь. Великан, ребята, великанище. Это просто мега-кубатурник, я бы сказал. Видно его сразу. Шестиметровый, если он просто шестиметровый. Он 6,60 в полном фарше вообще машина. 5,25 колесная база, 6,60 длина, 2,45 ширина и 2,50 высота. Все размеры внутренние. Аэродинамика, аэродинамический скос. Вот он, 20-сантиметровый. По передней стенке получается бока. Верхняя аэродинамика. Прям бомбовый тент. Цвет серый. На натяжку нам позволяет сделать. Получаются вертикальные натяжители, лягушечки, плюс горизонтальный натяжитель. Вот она, трещотка. По низу. Смотрите, сами покажу. Здесь мега-усильный фургон. 12-й горячекатный швеллер. 6,5. Вот они, горячекатные швеллера. Все с косыночками. Шоколадки двойные. Здесь получается кронштейн запасного колеса. Подкрылки пластиковые. Адамар. Ящик Дакин по промокоду Ахмед. Пятисоточка. Парами. Ну, здесь, как всегда, тройное усиление. Кабина середина хвостовая. И кардан. Вот он, карданец. Новый. Два подвесных шельцевая. Подвесные усиленные. Компании Сэви. Также, вот, смотрите, пневмобаллоны компании Арайт. Вот они, баллончики. И вот здесь вот такая получается пачка рессор. Четыре листа и один подрессорник. Конечно, смотрится он здоровенским. Здоровенским выглядит этот фургон. Вот так вот это выглядит по отношению спереди. Да, да, обтекатель. Вот, зеркала, получается, Валдаевские. Правая штора, получается, сдвижная, идентичная. Все идентично. Пыльник резиновый, вертикальные натяжители. Горизонтальный натяжитель, трещотка. По низу все то же самое. Супер усиленный вариант. Я, ребята, эти фургоны называю вечными. Это Валдаевский фургон, Валдаевское исполнение. Хочу сказать, что Олег сделал его для себя. Он возит три тонны. То есть, ну, он правда, мне честно сказал, он говорит, это максималка. Две с половиной три в основном. А Аккубатура почему? У него постоянные заказчики. Вентиляция, промышленную вентиляцию он возит. И у них там еще в Твери есть завод по утеплителю, получается. Вот вентиляшка, утеплитель, говорит. Это основные грузы. Остальное, конечно, ну, как и все, попутно там, груз-догруз. Всегда что-то, если есть возможность, время и желание, можно брать, добирать. Но по факту это основной профиль. И для этого делалась именно такая комплектация. Многие скажут, ну, для чего? Ну, вижу швелера, вот эти вот. Объясню. То есть, ну, человек не хотел фургон менять там каждые там 5 лет. Он решил его сделать надолго себе. Эти швелера, с ним, на самом деле, ничего не случится. Они не загнутся, не прогнутся. Ну, прочность повышенная. Просто запас. На воротах, ребята, ламинированная фанера. Фурнитрупуш 4 петли на каждую сторону. Сзади установили наш брус. Тенбес. Тенбес с подсветкой. Заглянем вовнутрь. Багор на штатном месте. Обрешетка 5 дощечек в ряд. Здесь обрамление, видите, как сделали. Оно идет от зацинковки 80 на 40. За счет того, что фанеру на пол положили 21, немножко она, видите, упирает, поэтому сделали двойной порожек для нее. Внутри фургона все чашечки, все утоплено, вровень с полом, естественно. Плюс герметик, обязательно все прогермечено. Влаги никакой в фургоне не будет. Передний полустенок усиленный, по просьбе заказчика. Сделали вообще еще с двойным усилением. Обрешетка. Колечки. Колечки для стяжки грузов, тоже для перекрестной стяжки фургона. Все берут эти колечки уже без них, никто не хочет. Проверим крышу. Ребята, крыша просто идеальна, на самом деле. катается, но чтобы вы мне поверили вдвойне, у меня здесь сегодня есть гость. Контролируем процесс. Процесс контроля, да. Все, проверишь крышу? Давай, проверим. У тебя же такая же будет скоро. Туго, не туго, как вообще она ходит. Дернуть надо сначала за веревочку, дернуть за веревочку надо, чтобы стопорки снять. Ну, чуть-чуть дернуть и потянуть надо. И поехали. С песенкой можно работать. С песенкой работает. Стопорок, стопорок. Фиксируется для того, чтобы если груз взял, поставил и с открытой крыши, я не рекомендую, но тем не менее. Надо было сильнее в конце. Будешь привыкать. Ну, что, как крыша катается? Все вообще отлично. Ну, там не туго, ничего там, не скрипит. Ребята, самое еще, что хочу показать, на этой машине, на этой машине установлено, ну, всем интересно будет, какой мотор. Давайте заглянем. Олег нам сейчас поможет, покажет. Как грязно. Ну, грязно, машинка все равно. Бывалая. Все-таки, как из простой 3302, да, можно сделать суперавтомобиль. Это нормальная, нормальная вообще вещь. V8, Triosafie. Давно вы вообще на нем, ну, на этом моторе? Два года. Сколько пробега примерно? На нем 200 тысяч. Прям вот? 270 уже. Уже 270, почти три сотни. Что, какие вложения? Просто многих, многих интересует, какие вложения в этот, конкретно, ну, в Triosafie приходится? Ну, ТО, масло поменять с фильтрами, и каждые 100 тысяч полное ТО на нем. Полное ТО это ГРМ, ГРМ и, получается, регулировка клапанов. Регулировка клапанов, сальники, ГРМ, что еще? Ну, все, наверное. Ну, просто все говорят, что страшная сумма денег обычно, да, это дорого. Сколько, сколько ваше? Грузовая машина должна зарабатывать деньги. Ну, нет, я имею в виду, насколько страшна эта сумма, ну, сколько 100 тысяч, раз 100 тысяч приходилось тратить на клапана, на все вот это? Ну, всегда по-разному, 27, 30. Тысяч рублей, это большой ТО. Да, да, да. В общем, вот, ребят, раз 100 тысяч, тридцаточку надо приготовить. Может быть, сейчас уже цены подорожали, может быть, 35, наверное, будет. Я даже думаю, потому что я на своих тоже сделал. Налог. Налог сколько? 25 в год, да? Страховка, наверное, тоже дороже получается. Тоже тысяч 20. Только 11. 11. Ага. Ну, в общем, вот. Мотор показали. Все, все, в общем, Олега буду отпускать. Твери встречай. Все, ребят, вам удачи на дорогах, крепкого здоровья. С вами был Александр, компания Тенбест. Давайте, берегите себя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok